МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании Город. Время говорить главные темы сегодняшнего выпуска. Продавали и продавать будут. Рязанские полицейские провели рейд по незаконной реализации табака. Что тут откопаешь? Археологи и чиновники проверили состояние исторической и следовательской территории вблизи села Аликаново. Мелкая напасть, нашествие назойливых мошек, опасно для здоровья горожан. А теперь обо всем подробнее. С 1 июня в России курильщиков мощно ограничили в их возможностях травить себя и окружающих табашиным дымом, зеловредоносным. Нельзя курить в ресторанах и кафе, в госучреждениях и гостиницах, в школах и больницах, на стадионах, в поездах, на кораблях, как дальнего плавания. В общем, курилки остались только на предприятиях и в офисах. Да и то, по всей видимости, на усмотрение начальства. Однако Россия есть Россия. Отношение к закону у нашего народа своеобразное. Он, этот закон, как говорил Винни-Пух, про мёд, вроде бы есть, а уже его и нет. Вот взять продажу пива в киосках. Опять стоит в открытую пенное, в витринах, в том числе около остановок и детских магазинов. А ночью в Рязани пиво можно купить практически везде. В среднем 50 рублей за бутылку. Пивной бум по проверке киосков благополучно миновал. Теперь наступило табачное время. На днях в ходе рейда полицейские в песочне изловили продавщицу, которая продала, вопреки закону, сигареты несовершеннолетнему. Причем юный покупатель действовал ловко и взял торговую даму, что называется «на ура». Заметка Олеси Харлиной открывает программу. В схватке правосудия с нарушителями всегда счет ровный. Одного задержали сегодня, другой продаст завтра. Этот пятачок и данная палатка в частности давно на контроле полицейских. Продавец клянется – не было. Успокоить разволновавшуюся женщину прибежала дочь. Мальчишка, которому продали сигареты, так гордо показал документ, что грех было сомневаться. Он сам назвал год рождения – 98-й. В корочку Светлана посмотрела, а вот математика подвела. Вынуждена бегать с одной работы на другую, оправдывается продавец. Сказалась усталость и невнимательность. Вот только полицейские слезам не верят. Если бы я у него ничего не спросила безмолвно, я бы отдала эту пачку сигарет, было бы одно. Господи, когда наша страна защищала интерес трудящихся, господи. Ну, как правило, все объяснения у правонарушителей одинаковые. Я не досмотрела, я что-то не успела. То есть, а факт остается фактом. То есть, как продолжали продавать несовершеннолетним, так и продолжают. Далее о самых мелких и предельно неприятных проблемах горожан. Эта весна ознаменовалась нашествием мельчайших мошек семейства симулиды. Полчищ летучих кровососов не дают покоя ни людям, ни животным. Биологи утверждают, укусы мошек ядовиты, вызывают сильные зуды покраснения. Но это каждый из нас успел на себе почувствовать. Сегодня в программе некоторые подробности об этой напасти. Такие мошки, в общем-то, это самое обычное явление. Они каждый год у нас бывают, но в меньшем количестве обычно. Они размножаются в водоемах. Причем предпочитают водоемы мелкие и проточные, достаточно чистые. Поэтому идеальный вариант для них это какие-нибудь небольшие ручейки во врагах. Глубиной могут они быть небольшой, достаточно нескольких сантиметров, в пределах 10-15 сантиметров. И они любят, чтобы в этих ручейках было много водно-растительности. А в этом году получилось так, что они вывелись одновременно и в большом количестве. Поэтому численность очень высокая. И поэтому они встречаются не только в тех местах, где они и должны встречаться. То есть за пределами города, поблизости от тех водоемов, где они выводились. А отдельные мошки проникают даже в город. В достаточно большом числе. В этом году разлив был большой. Все мелкие водоемы тоже были наполнены водой. Пока благоприятные условия для них сохраняются, будет большое количество вот этих вот насекомых. Ну, я думаю, что в глобальном смысле никакие особые методы борьбы не требуются. Потому что такие вот флуктуации численности, когда она то высокая, то низкая, это вполне нормально для всех видов и обусловлено естественными причинами. Поэтому вот в этом году численность высокая, на следующий год она может оказаться очень низкой. Впрочем, самый главный недорог человека – это другой человек. Особенно, когда ему на совесть или ее остатки надавить денежными знаками. Тут уж, как говорится, все отдам, не пожалею, буйну голову отдам. А уж тем более, когда голову никто не требует. А вот память предков может безвозвратно погибнуть. Об этом говорят археологи, имея в виду богатые историческими находками земли, вблизи Рязанского села Аликаново. Однако богаты они также, научно говоря, базовыми ингредиентами для производства строительных и других материалов. Короче говоря, столкнулись в Аликаново интересы ученых людей и бизнеса. И все идет к тому, что вечные ценности отступают перед напором деловитых предпринимателей. Из Аликаново репортаж Глеба Галушкина. Вся территория возле Аликановских озер – это памятник древности, причем имеющий значительную археологическую и культурную ценность. Территория обследовалась известным археологом Городцовым еще в конце 19 века. На все памятники, которые сейчас мы имеем здесь, в середине 70-х годов были составлены паспорта археологической экспедиции Государственного исторического музея, который находится на Красной площади в Кремле, автор Шоломеев. Вот сейчас мы находимся на территории Аликаново первой стоянки, ну где-то 3-2-е тысячелетия нашей эры. В то время, когда они были 70-е годы, здесь, я считаю, карьер, вот сам разрабатывался для строительства дороги на Спаск, и сверхоткосов был собран большой многочисленный материал в виде ремневых орудий, ну и фрагментов керамических сосудов. Однако с недавнего времени на части территории Аликановских памятников древности появился железный забор, а также песчаный карьер. И уже сейчас, как утверждают ученые, уничтожено несколько культурных слоев. Могу добавить, что забор до сих пор Министерством культуры не согласован. В принципе, с этой точки зрения, с точки зрения охраны культурного наследия, он незаконен. Карьер, эта борьба идет давно, ну в принципе, согласовывали мы им с определенными ограничениями еще в 2000 году, но в течение 2011-2012 года они срыли там пару памятников археологии, которые мы ведь не успели полностью исследовать. Рязанские археологи совместно с чиновниками из регионального министерства культуры регулярно совершают инспекционные поездки на место памятников старины. Кстати, и в этот визит ученым удалось обнаружить фрагменты керамики. Впрочем, остановить разрушительную для исторической науки разработку карьера археологи не в силах. Они надеются лишь на активные действия со стороны правоохранителей и государственной власти. Ну, надо добавить, что археологические находки у села Аликаново вообще имеют мировое значение, причем уже давно, еще в 1897 году. Выдающийся археолог Василий Алексеевич Городцов в местном раскопе обнаружил глиняный сосуд, по окружности которого были начертаны странные знаки. Ученые сделали тогда сенсационный вывод, и это образец неизвестного славянского письма. Была, выходит, у пращуров письменность еще до Кирилла и Мефодия. До сих пор, несмотря на множество попыток, надпись однозначно не расшифрована. Сколько же вероятных находок ковшами экскаваторов порушено, теперь не сосчитать. А как не хочется становиться Иванами, не помнящими родства, тем более во имя набивания чего-то кармана. Еще о родственных отношениях. Заблудившаяся в прошлом году в Сасовских лесах пожилая женщина Вера Ивановна Колесина до сих пор не найдена, однако ее родные не потеряли надежду узнать судьбу пропавшей. Вновь и вновь обращаются они как в официальные инстанции, так и просто к людям, которые вдруг что-то дознают о потерявшейся бабушке. У меня мама пропала. Это случилось 26 августа 2012 года. Моя мама, проживавшая в поселке Сотницын со своей старшей сестрой, пошли в лес за грибами. Доехав до Сасово на электричке, там пересели на Кустаревскую электричку, доехали до 395-го километра и пошли в лес за грибами. Как говорит Евдокия Ивановна, старшая ее сестра, они расстались сразу, разошлись как бы. Но Евдокия Ивановна тоже заблудилась. Она кое-как вышла к местным жителям, которые ей подсказали, как дойти до железной дороги. Она приехала с последней электричкой, ехав думала, что мама уже дома, так как ключи были от квартиры у нее у мамы. Но мама не оказалась. На следующий день позвонили мне. Я приехала, начались поиски. Хочу выразить огромную благодарность и сказать большое-огромное спасибо начальнику Сасовской полиции, Троицкому Алексею Владимировичу и всем полиции, всех районов, которые помогали. Люди все приходили и все помогали, как могли. Большое всем огромное спасибо. Но так мама, конечно, не нашлась. Если кто-то видел, кто-то слышал, пожалуйста, сообщите мне по телефону, который будет указан на экране. И мой телефон 8-910-614-85-56. Зовут меня Антонина, я дочь, которая гарантирует вознаграждение 200 тысяч. На сегодня все. Увидимся завтра, как всегда, в программе «Время говорить». Хорошего вечера и до встречи.